Двойной зрачок это аномалия, которая зарегистрирована в письменных исторических источниках. Например, один из китайских губернаторов, согласно летописям, имел 4 глаза, по 2 радужки на каждом глазном яблоке. Однако сегодня люди с такой аномалией не встречаются. Почему? На самом деле, феномен двойного зрачка – миф и реальность одновременно. С медицинской точки зрения, все выглядит не так приятно, как на картинках. Более того, двойной зрачок требует немедленного лечения. С вами я, Кру. Погнали! Ни один подобный случай не задокументирован официально. Вместе с этим двойной зрачок упоминается еще в древности. В частности, древнеримский сочинитель Овидий писал о людях с такими аномалиями. Упоминания о подобных отклонениях встречаются и в средневековых трудах. Тем не менее, все описанные случаи проскальзывают только в художественных и полухудожественных сочинениях. Ни один серьезный медицинский трактат не рассказывает о людях с двойными зрачками. Знаменитый человек с подобной аномалией – китайский министр Лю Чун. Жил он в 10 веке до нашей эры. И как утверждают легенды, он был обладателем двойного зрачка с рождения. Вопреки аномалии, он прекрасно видел. На всех портретах, которые сохранились и дошли до наших дней, внутри глаза Лю Чуна две радужки и два зрачка. Именно таким его изобразил скульптор Роберт Рипли. Сегодня восковая фигура министра с четырьмя глазами стоит в музее Луи Тюссо. Кроме того, упоминания о людях с двумя зрачками появлялись и в современное время. Например, американская пресса однажды сообщила о Генри Хоуне – живом подтверждении аномалии. Вместе с этим, опять же, пациент не появлялся ни в одном научно-медицинском журнале. Историки находят простое объяснение упоминанием о странном феномене. По мнению специалистов, древние люди термин использовали в переносном смысле. Получается, что человека называли четырехглазым не из-за реальных физических отклонений. Так подчеркивали его мудрость или связь с высшими силами. В начале 20 века историк Кирби Смит предположил, что двойными глазами обладали люди с гетерохромией. Разный цвет радужек создавал ощущение, что у человека два разных глаза. Кроме того, под двойным зрачком могли подразумеваться реальные патологии. Например, слишком широкие зрачки или заметные повреждения сетчатки. В целом, двойной зрачок имеет богатую историю. Как правило, такими глазами обладали самые жуткие демоны или мудрейшие существа. У кого было два зрачка в одном глазу? В мифологии аномалия назвалась «Дьявольский глаз». Так, у кельтов такие глаза встречались только у крайне неприятных существ. Скажем, у предводителя темного народа фаморов, могучего Балора. Ужасное чудовище обладало всего лишь одним глазом, на котором, правда, были сразу две радужки. Балор из этого глаза и молнии метал, и проклятие напускал. Одним взглядом он убивал целые полчища врагов. В кельтском пантеоне Балор занимает место дьявола. Проще говоря, он главный антагонист добрых сил. Неудивительно, что дурным людям было принято приписывать дьявольские глаза. Злые существа с двумя зрачками упоминали и древние греки. В частности, Пленей Старший писал о битиях женщинах со странными глазами, которые убивали взглядом. Отсюда пошло поверье, что все женщины, обладающие двойным зрачком, приносили несчастье. Традиция могла работать и в обратную сторону. Так о злых и скверных женах запросто говорили, что они имеют два глаза или приносят неудачу. В славянской мифологии две пары глаз позволяли духам, существам и демонам видеть двойственную природу мира. То есть, замечать то, что не заметит человек. В славянской мифологии двойные глаза были у существ, внешне похожих на собак. В отличие от кельтов и греков, глаза у них размещались одно над другим. Фактически, демон реально был четырехглазым. В то же время, существа с дьявольскими глазами были не только злыми. В древней китайской мифологии чудесными глазами обладала птица Чун Мин. Внешне существо походило на петуха, но обладало голосом феникса. Двойной зрачок отражал мудрую сущность птицы. Чун Мин – хранитель двойной ясности. В корейской мифологии аномалия встречается у правителя дракона Ким Сура. Отличительные черты существа – рост риметра, разноцветные брови и те самые двойные зрачки. Согласно корейской мифологии, Ким Сура – добрый и мудрый правитель страны Великий Карак. Неужели аномалия – все-таки выдумка и сказка? В медицине есть реальная болезнь, которую называют двойной зрачок. Хотя правильно говорить поликория, но выглядит отклонение не так, как на многочисленных фотографиях, которые выдает поисковик после запроса двойной зрачок. При поликории внутри одной радужки действительно образуются отверстия, и они могут иметь неровную форму. Однако радужка никогда не разделяется на две полноценные. Во фтальмологии есть понятие «ложная поликория», когда зрачок полностью не разделяется. Между отверстиями остается маленькая перемычка. В таком случае нормальный зрачок превращается в песочные часы. Главный фактор развития заболевания – генетическая предрасположенность. Заболевание редко развивается у взрослых людей. От него страдают в основном младенцы. Отклонение выявляется на первом году жизни. В мире зарегистрировано всего лишь 35 тысяч взрослых человек с поликорией. В зрелом возрасте заболевание провоцирует патологические изменения радужки. Например, из-за атрофии радужной оболочки. С возрастом ее сильное истончение может привести к поликории. Вдобавок, сильное воспаление сосудов увеит. Также относится к причинам разделения зрачка. Поликория встречается не только у людей, но и у животных. Лечится заболевание примерно по одному алгоритму. Человек с такой аномалией не видит нормально. Оба зрачка реагируют на свет, но ни один не сжимается до конца. Из-за поликории часто формируется фотофобия, так как на сетчатку попадает слишком много света. Зрение ухудшается локально. То есть человек плохо видит только то, что попадает в зону пораженного участка. Если заболевание не лечить, рано или поздно зрение в целом сильно упадет. Может проявиться диплопия, при которой человек видит сразу два изображения одного объекта. В дополнение при поликории начинаются сильные мигрени. Таким образом нельзя сказать, что люди с двойными зрачками спокойно уживаются с дефектом. Зато поликория поддается лечению. Более того, с заболеванием необходимо начинать бороться как можно раньше. Как лечить? При незначительном разделении зрачка достаточно специальных линз. Они корректируют дефект. Два полноценных зрачка внутри одной радужки требуют хирургического вмешательства. Зачастую в таких случаях проводится пластика радужки. Дефекты устраняются без вскрытия глазного яблока. Открытая хирургическая коррекция – метод радикальный. С помощью швов врач формирует единый зрачок. Взрослым подобная коррекция назначается редко. Добиться результата можно только на еще не сформировавшемся растущем глазе. В большинстве случаев взрослых пациентов бессмысленно оперировать. Тогда врачи назначают линзы для коррекции остроты зрения. Врожденная поликория не опасна, а вот приобретенная может привести к потере глазного яблока, если заболевание не лечить. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока!